Здравствуйте, Тимур, сегодня как? По-моему, у вас наконец-то получилось, что вы к этому шли давно уже. И сегодня, конечно, не только лута за сезона российского, но и личный рекорд, причем личные достижения не только зимние, но и, по-моему, летом вы так высоко не прыгали. Общий личный результат, выше я не заводил. Как вам? Это что, вам конкуренция помогает? Да, конечно. А что с ним случилось? Там травма была небольшая, как бы, да, у него? Я особо не спрашивал, но, как я понял, у него спазмировала гикроножная лустья, и в связи с этим он пропустил одну высоту, чтобы в следующую отдохнуть и прогнуть лучше. Что немножко не хватило, наверное, времени? Да, не хватило, не вовремя у вас застала эта травма. Я знаю, вы переживаете друг за друга, я знаю, как вы переживали за Александра Крепича, и вот он восстанавливается. Я думаю, что у вас особое такое сообщество, подготовка, что? С отношением, с сектором. Вы друг друга всегда поддерживаете, переживаете друг за другом. То есть, ну, они, ребята, тебя поздравили с таким вот результатом? Конечно, все подошли, поздравили у нас. Все дружно, все поздравили. Сам чувствуешь, это предел, и все-таки еще, и можно теперь уже, и, наконец, за 5.90, значит, 5.83, это очень хороший результат. Выше себя не чувствовал. Я, по-моему, сегодня свой предел показал, лично сегодня, так как сил у меня больше не было. Я потому что прыгал все высоты, с самых первых и даже с самых последних, и у меня сил сегодня больше не было. Ну, может быть, если бы Дмитрий Желябин прыгнул, возможно, я бы продолжил. Ясно. Жалко, Дима, у него нога заболела. Ну, теперь уже, а есть мечта? А мечта есть вот этих, о такой нашей, нашей такой рубеже, в Гроссмейском клубе, клубе великих с 6-метром? Ну, конечно, у всех есть, у всех спортсменов есть определенная спортивная мечта. У меня вот она тоже есть, выше прыгнуть. Ясно. Ну, все-таки довольны атмосферой. Как зрители поддерживались? Вера была, да, такая, позитивная, прям у нас в секторе все шутили, как будто я пришел не на соревнования, а на тренировки. И зрители поддерживали еще? Зрители поддерживали, клопали. Ребята очень сильные, все, кто собрался, все достойные. Кому-то не повезло, вот мне сегодня. Пожалуй, не был сегодня только Александр Гиппича, да, из Сахихсеня, спортсменов? Да, Александр Гиппич, к сожалению. И Лукояненко немножко. Приедет, скорее всего, в Питер, и он еще покажет. А в Питере тоже будешь выступать? Скорее всего, да. Ну, тогда посмотрим. Если я поеду в Питер, то обязательно посмотрю, как вы там выступите. Ну, а самая, я так понимаю, дорогая будет на чемпионат России. Да, основной старт чемпионат России, там надо собраться. Ну, надо всем приходить, смотреть на выступления таких звезд. Особенно, поскольку там такие результаты. Давайте пригласим зрителей прийти и поболеть за вас. Тоже здесь же будет соревнование? Баллокация ССК. 12-14 февраля. Традиционно они здесь проводятся. Приходите, я думаю, что ребята делают все. С ваших силах выступить по максимуму. Приходите, мы будем стараться вас удивить. Все, спасибо большое, удачи. Вам спасибо.